Страны НАТО идентифицировали системы ПВО, которые можно быстро отправить Украине. Идет работа над поставками. Об этом на пресс-конференции заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он рассказал, что на встрече министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире был ряд ключевых тем. В первую очередь обсуждалась военная поддержка, особенно усиление украинского воздушного щита. Как напомнил Тихий, Украина срочно нуждается в поставках 20 систем типа ХАУК, НАСАМС и АРИСТ, чтобы защитить критические объекты энергетической инфраструктуры. Глава МИД Андрей Сибига отмечал, что такие поставки помогут Украине избежать блэкаута. Как пишет AFP, Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже уже в эти выходные. Обоих лидеров пригласил на открытие отреставрированного Нотр-Дама Эммунель Макрон. Также на мероприятии будут присутствовать десятки других глав стран. Журналисты отмечают, что Зеленский проведет переговоры с Макроном, а также, вероятно, будет иметь еще серию двусторонних встреч с другими политиками. Не исключено, что украинскому президенту удастся пообщаться с Дональдом Трампом. Это была бы первая встреча между ними после победы Трампа на выборах. Последний раз политики виделись в конце сентября в Нью-Йорке. К слову, на днях украинская делегация во главе с главой офиса президента Ермаком посетила США, где встретилась с командой Трампа, чтобы обсудить войну с Россией. Ракету «Дрон Пэклу» украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки, в течение года. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины «Сметанин». Первую партию в несколько десятков единиц сегодня при участии президента Украины Владимира Зеленского передали в силы обороны. Символично, что это произошло в день вооруженных сил Украины, но это результат избирательности и упорного труда украинских оружейников. Новый тип оружия первый в своем классе ракетодрон, отметил он. По словам министра, изделие уже имеет успешные боевые применения. Кроме того, как он добавил, Пэклу не только производится серийно, но и постоянно совершенствуется. Постоянно ведутся работы по повышению уровня защищенности изделия от воздействия РЭП, улучшению эксплуатационной характеристики, точности поражения. Разрабатываются новые виды боевой части для расширения списка возможных объектов поражения, сказал он. У России нет плана по спасению Асада, и она не видит возможности его появления, пока армия сирийского диктатора продолжает покидать свои позиции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. В свою очередь Sky News Arabia пишет, что Россия сообщила Асаду, что сможет помочь лишь ограниченно, поскольку, цитата, «сейчас у нее другие приоритеты». Вместе с этим СМИ сообщают, что российские войска покидают авиабазу Хмимим и эвакуируют свои системы ПВО С-300 и Тор-М1 в порт Тартус. Примечательно, что как минимум два российских военных корабля вернулись в сирийский Тартус. Ранее УСИНТ-аналитики предположили, что российский флот покидает базу в Тартусе из-за риска потери власти Асадом. Позже в миннападении России сообщили, что корабли покинули Тартус якобы для участия в учебных стрельбах. В то же время у Асада, похоже, начал сыпаться и восток. Сирийский оппозиционный ресурс СОХР сообщает об отходе войск Асада с южного берега Ефрата, подальше от Раки. Также войска Асада покидают Дейр-Эс-Зор. Асад отводит войска ближе к Дамаску, чтобы иметь возможность дать бой за столицу. С учетом того, что на юге также проблемы, там вспыхивают оппозиционные ячейки, которые ждали момента, сирийский диктатор может быть уже даже не надеется удержать ничего, кроме столицы. Сообщается, что Иран отправит в Сирию большое количество военной техники, ракет-беспилотников и увеличит количество своих военных советников в стране. Также он уже предоставляет Асаду разведывательные и спутниковые данные. Тем временем Хизбалла уже отправила небольшие отряды из Ливана в Сирию ночью, чтобы помочь не допустить захвата Хомса повстанцами. А вот в Ираке пока взвешивают за и против. Отметим, что накануне в МИД Ирана обвинили Украину в торговле американским оружием и поддержке сирийских повстанцев. Появилась реакция Украины. Пресс-секретарь МИД заявил, что Украина не имеет отношения к обострению ситуации в Сирии. Ответственные за это Москва и Тегеран. Российский диктатор Владимир Путин продолжает носиться со своей якобы новой ракетой средней дальности «Оречник», который был нанесен удар по украинскому Днепру. Он пообещал разместить эту разработку в Беларуси уже в ближайшее время. Соответствующий анонс Путин сделал 6 декабря в Минске во время совместной пресс-конференции с белорусским диктатором. Путин заявил, что размещение «Оречника» в Беларуси станет возможно уже во второй половине следующего года по мере наращивания выпуска ракет. Он утверждал, что комплексы будут параллельно поставляться как российским, так и белорусским войскам. При этом, со слов диктатора, чем меньше дальность этой разработки, тем больше мощность боевой части. Лукашенко со своей стороны отметил, что он сам сможет определять цели для ударов «Оречником». Отметим, что по данным российских СМИ, вся история с этим «Оречником» оказалась режиссированным шоу с целью осадить американцев и британцев, а также шугануть Берлин. Об этом, в частности, писала The Moscow Times со ссылкой сразу на четыре источника в высших эшелонах власти в РФ. Со слов источника, Кремль реализовал военную пропагандистскую кампанию, преувеличивая возможности российской оборонки. Издание утверждает, что запасов «Оречников» у России на самом деле нет и потребуется не менее пяти лет, чтобы наладить выпуск этой ракеты, да и ее возможности в неядерном исполнении под большим вопросом. Удар по Днепру, хотя и выглядел устрашающе, на самом деле не привел к каким-то серьезным разрушениям на месте. Однако Путин, по всей видимости, сильно увлечен своим очередным аналогов нетом. Он упоминает о нем при каждом своем появлении на публике. В пятницу 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов главы государства, где победил пророссийский кандидат от ультраправых Кэлин Джорджеску. Теперь стартовый тур будет проведен заново. Скоро назначат новую дату, сказано на официальном аккаунте этой инстанции в социальной сети Facebook. Кроме того, о том, что КСР принял единогласное решение начать процесс выбора президента фактически с нуля, пишет издание Sky News. Примечательно, что в начале судом был утвержден результат первого тура, в котором победил Джорджеску. Однако через некоторое время материалы о масштабном вмешательстве в избирательную кампанию, собранной представителями спецслужб, изменили позицию этой инстанции. Отметим, что Джорджеску, лояльный к РФ и явно нелояльный к НАТО, обещал запретить транзит украинского зерна и остановить военную помощь Украине. Вчера Совет нацбезопасности Румынии выложил секретные материалы, демонстрирующие масштабную российскую кампанию в поддержку ультраправого кандидата на пост президента. Кампания эта была весьма грязной. Сюда входили хакерские атаки и манипуляции алгоритмами соцсетей, где 25% ботов в соцсети TikTok использовались для агитации в пользу Джорджеску. Европейский союз существенно увеличил выплаты за закупки российского топлива в Индии, тем самым помогая Москве наполнять военный бюджет. Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии CSD. По данным аналитиков, с января по август этого года ЕС купил топливо у трех крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, работающих с российской нефтью почти на 20% больше, чем в прошлом году. Это происходит несмотря на попытки ЕС ввести ограничение цены в 60 долларов за баррель и запретить прямой импорт российской нефти в блок. Западные энергетические санкции против России проваливаются. Хотя российский экспорт ископаемого топлива на Запад сократился, вопиющие лазейки в режиме санкций остаются. Пробелы в запрете на нефть были намеренно оставлены открытыми, поскольку страны G7 опасались резкого роста цен на энергоносители, говорится в отчете. Отмечается, что Индия успешно использовала эти пробелы, чтобы стать крупнейшим покупателем российской нефти. Ее импорт в Индию вырос на 13% в годовом измерении за первые 8 месяцев этого года и составил 27 миллиардов евро. В тот же период 41,1 миллионов тонн российской нефти, или же 72% импортируемой в Индию, прибыла через теневые танкеры с сомнительным или неадекватным страхованием. Для того, чтобы сократить доходы Кремля от нефти и газа, нужен трансатлантический толчок к усилению запрета G7 на нефть и постепенному выводу российского ископаемого топлива западных рынков. ЕС должен запретить импорт нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в странах, таких как Индия, Турция и ОАЭ, которые максимизируют закупки российской сырой нефти, чтобы продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС, констатируют эксперты.